Восемь часов объявят о захвате Микки-18 по радио и телевидению. В десять она выйдет в море. И мы узнаем, поставили они буй или нет. Я! А если её не выпустят? Прошло уже четырнадцать часов. Тринадцать! Против шхуны нет улик. А радио буи знает только шкипер. А шкипер умный человек. Талгат Кадырович Нигматуллин. Родился 5 марта 1949 года в городке Кызыл-Кыя. Ожской области, Киргизия. В узбекско-татарской семье. Однако существует версия, согласно которой он родился в столице Узбекской ССР, городе Ташкенте. А в Кызыл-Кыя семья Нигматуллиных переехала, когда Талгату было около года. Во всех своих немногочисленных интервью сам Талгат Нигматуллин всегда говорил, что он родился в Ташкенте. Его детские годы прошли трудно. Отец Талгата был шахтером. Он трагически погиб, когда мальчику не было и двух лет. Талгат начал зарабатывать деньги еще подросткам, работая в различных местах, на сахарном заводе, в сапожной мастерской. Его мать была директором школы, но несмотря на это семья жила очень бедно. Матери сложно было воспитывать двух сыновей, поэтому Талгата определили в детский дом. Рос он замкнутым, нелюдимым и застенчивым, плохо говорил по-русски. Здоровье у мальчика было слабое. В раннем детстве он переболел рахитом. Активные игры со сверстниками обычно заканчивались слезами, синяками и шишками, а порой и более серьезными травмами. Однажды в пионерском лагере девочка отказалась танцевать с кривоногим сверстником. Обиженный Талгат убежал далеко в степь, чтобы никто не видел его слез. Тогда он поклялся сделать свое тело красивым. С тех пор начались его занятия бальными танцами и легкой атлетикой, а позже каратэ. Отдушины для нелюдимого Талгата были книги из обширной домашней библиотеки Нигматулиных. Через какое-то время все, кто его знал, удивлялись тому, как красиво, правильно и литературно Талгат говорил по-русски. Чтобы лучше освоить язык, мальчик от руки переписал два тома произведения Льва Толстого «Война и мир». Самой большой его мечтой было стать кинорежиссером. Это предопределило его поступление во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. После окончания школы Талгат отправился в Москву поступать во ВГИК, но туда его приняли не сразу. После первой неудачи Талгат не захотел уезжать из Москвы и поступил в училище циркового и эстрадного искусства, куда его охотно взяли. Учась в цирковом училище, Талгат серьезно увлекся борьбой и даже получил разряд. Уже тогда он обладал колоритной внешностью и несомненным талантом. Вскоре его заметили на Мосфильме, предложив в 1967 году роль белогвардейского офицера в фильме «Баллада о комиссаре». Во ВГИКе Нигматуллин учился вместе с другими будущими звездами – Николаем Еременко-младшим, Вадимом Спиридоновым, Натальей Белохвостиковой, Натальей Гвоздиковой, Натальей Аринбасаровой и Натальей Бондарчук. В 1971 году, окончив ВГИК, Талгат Нигматуллин переехал в Ташкент и стал актером киностудии «Узбекфильм». Тогда появились его первые роли в фильмах «Седьмая пуля», «Встречи и расставания», «Сказание о сияуши». Другая грань творчества Нигматуллина не так хорошо известна широкой публике – Талгат писал рассказы и стихи. Все свое свободное время актер проводил дома и писал. В Ташкенте были опубликованы некоторые рассказы Нигматуллина и даже готовилась к изданию первая книга прозы. Именно он является автором слов известной песни «Русские березы». В тот год курс набирал легендарный Витаутас Жалакявичус. В одном из интервью Нигматуллин сказал, «Этому замечательному режиссеру я многим обязан и в жизни, и в творчестве». В 1978 году Талгат Нигматуллин успешно окончил эти курсы. Первые роли Талгата Нигматуллина были небольшими и незначительными, но постепенно, благодаря таланту и дружбе с Николаем Еременко-младшим, у него начали появляться и более значительные роли. Например, роль Салиха в первом советском боевике «Пираты 20 века». На съемки этого фильма Талгата и Николая Еременко-младшего пригласил режиссер Борис Дуров. Актеры настолько азартно взялись за дело, что даже отказались от помощи дублеров и каскадеров. Но все неудобства, связанные со съемкой фильма, были возмещены оглушительным успехом картины. Стояли неизменные очереди на просмотр фильма. Зрители смотрели картину по многу раз. После «Пиратов 20 века» с чуть меньшим успехом прошли и другие фильмы с участием Нигматулина, «Волчья яма», «Государственная граница» и другие. В 1985 году он сыграл одну из своих последних ролей в криминальном телефильме режиссера Семена Ароновича «Противостояние». Здесь он сыграл капитана уголовного розыска в Коканде у Разбаева. Тетя Петрова Ефремова не помнит, в чем была одета ее племянница. Крайне обеспокоена тем, что от нее до сих пор нет писем. Ни полусапожки, ни кофточку с уверенностью опознать не могла, потому что плакала, спрашивая о судьбе своей любимой и единственной племянницы. Установлено, что у Петрова есть двоюродный брат – штурм андального плавания. В то же время Нигматуллин уже отходил от кинематографа и, по слухам, стал брать уроки у каких-то таинственных мастеров. В начале 80-х Талгат Нигматуллин вступил в секту, во главе которой состояли уроженец города Фрунзе – псевдоученый Абай Барубаев и народный целитель из каракалпакской столицы экстрасенс Мирза Кымбат Баев. В секту входили журналисты, писатели, художники. Сектанты исповедовали учения под названием «Четвертый путь», бывшие смесью дзен-буддизма и эзотерики. Для близких людей так и осталось загадкой, что искал самодостаточный человек у духовных братьев. Бывшая жена актера Лариса Кандалова считает, что если бы она была рядом, то и близко бы эту шушеру к Талгату не подпустила. Думаю, что там были замешаны наркотики, потому что не только водочкой баловались в этой секте. Когда мы были вместе, никаких наркотиков у Талгата я не видела. Правда, он выпивал, но этим грешили многие артисты. После общения с коллегами он часто возвращался под шофе. Другая жена актера Халема Хасанова о секте Борубаева говорила, «Когда расставались, меня душила тоска. Не покидало чувство, что я отдаю его в ненадежные руки. Так и не поняла, почему он связался с сектой, что ему не хватало. Знаю только, что когда эти мошенники увидели мою фотографию, они тут же уговорили Талгата расстаться со мной». Я умоляла его сделать выбор, пока он не исковеркал свою жизнь, но все было напрасно. «Один раз я видел этих сектантов. Они поразили меня своей убогостью и ущербностью. Талгат среди них был, как ясное солнце». В начале февраля 1985 года в школе Мерзы и Абая произошел раскол. Несколько учеников из Вильнюса решили порвать отношения с сектой. Для выяснения обстановки на место выехал сам Абай. Он решил пригласить к себе Нигматулина, чтобы тот выколотил деньги из непокорных, но Талгат отказался участвовать в рэкете, за что поплатился жизнью. В ночь с 10 на 11 февраля 1985 года в центре Вильнюса в доме номер 49 по улице Ленина в квартире художника Калинаускаса пятеро целителей с особой жестокостью избивали руками и ногами не сопротивлявшегося актера до тех пор, пока к полудню 11 февраля 1985 года не наступила смерть от несовместимых с жизнью повреждений внутренних органов. Непосредственно участвовал в избиении и руководил им известный московский каратист Владимир Пестрецов. Тело Талгата нашли в ванной. На нем было обнаружено 119 травм. Суд приговорил Абая Барубаева к 14 годам лишения свободы, еще одного соучастника убийства Нигматуллина, Мерзу Кымбадбаева к 10 годам тюремного заключения, остальных участников преступления к более коротким срокам. Согласно данным из архивов МВД СССР, Абай Барубаев умер в 1988 году во время отбывания тюремного заключения от туберкулеза. Мерзак Имбадбаев, полностью отсидев свой срок, вышел на свободу и снова занялся целительством и проповедованием своего учения. Умер в 2006 году от цирроза печени. Поскольку тело было сильно изуродовано, жена Венера приняла решение его кремировать. Процедуру кремации провели в Каунасе. Прах Талгата захоронили в Ташкенте, на кладбище Чиланзор-Ата. Еще во время учебы во ВГИКе у него был роман с актрисой Ириной Шевчук. У нас был большой долгий роман, практически два года неразлучно. Окончательно разошлись еще до окончания института. «Для меня это стало тяжелым переживанием», рассказывала Ирина Шевчук. После окончания ВГИКа и возвращения в Ташкент, Талгат женился на певице Ларисе Кандаловой, которая одно время состояла в группе Яла. Они познакомились в гостях у общих знакомых. Вскоре в их семье родилась дочь Урсула. «Меня покорили его внимательность, умение дружить, но семьянин из него не получился. Мы прожили вместе всего год. Влюбчивость и увлечение Талгата другими женщинами я воспринимала как предательство. В конце концов я забрала ребенка и ушла от него», рассказывала Лариса Кандалова, первая жена Талгата Нигматулина. Еще во время беременности Лариса Кандалова узнала о существовании 18-летней соперницы Халимы Хасановой. «Эта девочка мертвой хваткой вцепилась в моего мужа. Это очень мягкая и мудрая женщина, но и она с Талгатом рассталась», — говорила Лариса. Их сожительство продлилось 7 лет, и эти отношения стали самыми долгими в жизни Нигматулина. 21 октября 1980 года у них родился сын Саид Дашук Нигматуллин, впоследствии также ставший актером. На съемках фильма «Провинциальный роман» Талгат Нигматуллин играл главную роль, а его партнершей по съемочной площадке была Венера Ебрагимова. Она стала последней любовью Талгата. Когда Венера снималась в очередном фильме, Талгат приехал к ней на старом москвиче, который был буквально завален цветами и увез ее в ЗАГС. Венере было 19 лет, Талгату 33 года. Это была по всем меркам актерская семья. Супруги изредка виделись в перерывах между съемками, жили скромно, но счастливо. Талгат преклонялся перед творчеством Брюса Ли, жену которого звали Линдой. А Венера была ярой фанаткой звездной пары Пола и Линды Маккартни. Поэтому, когда в семье Талгата и Венеры 14 мая 1983 года родилась дочь, ее по обоюдному согласию назвали Линдой. Линда Нигматулина тоже стала актрисой. Друзья, просьба оценить данное видео. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok